В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Анастасия Швец. Здравствуйте! Работа приемной компании Юргу продолжается. Подробнее о наборе в магистратуру Высшую школу электроники и компьютерных наук расскажем в сюжете. В Южно-Уральском государственном университете продолжается работа приемной компании 2024 года. В новом учебном году Юргу предлагает более 2500 бюджетных мест, из которых на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру приходится 448 целевых мест. Высшая школа электроники и компьютерных наук Юргу осуществляет подготовку по 10 магистрским программам в области информатики, программной инженерии, инфокоммуникационных технологий и систем связи, конструирования технологий электронных средств, прибора и машиностроения, систем управления движением и навигацией, а также управлению в технических системах. Мы одна из оснащеннейших школ в области материально-технического обеспечения. У нас есть лабораторные центры, у нас есть научные лаборатории и в этом отношении у студентов есть все необходимое для того, чтобы освоить понравившиеся им специальности. Вплоть до того, что у нас доступны такие лаборатории, как Фаблабы, где студенты могут самостоятельно обучаться, в частности, Фаблаб по электронике оснащен всем оборудованием, необходимым для разработки и конструирования электронных устройств в единичном экземпляре. Студенты часто этим пользуются и разрабатывают отдельные приборы, устройства, которые в дальнейшем пытаются продвинуть различные конкурсы и в том числе некие прототипы будущих устройств, которые они продвигают как собственный бизнес в части технологических акселераторов и стартап-программах. В рамках учебной деятельности магистранты в Шекан-Юргу разрабатывают систему пилотирования, создают беспроводные датчики, внедряют технологии умного производства, создают запросы и поисковые системы, тренируют искусственный интеллект в областях поиска информации и работают с мировыми партнерами в ИТ-специализациях. Решился поступить на магистратуру, дабы получить полноценное высшее образование, высшие школы электроники, аддитивные технологии направления. Это то, что будет в ближайшем будущем аддитивные технологии. То есть в моем понимании это то, что мы будем создавать на компьютере, мы это будем создавать через, точнее распечатывать через принтер, вплоть до того, что можно разработать кожу человека и в медицине ее применить. Узнать о предполагаемых программах магистратуры и датах конкурсного отбора вы можете на официальном сайте Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮРГУ, на сайте приемной компании abit.susu.ru или на первом этаже главного учебного корпуса нашего вуза. В Южноуральском государственном университете прошла торжественная церемония выпуска слушателей военного учебного центра нашего вуза. В Южноуральском государственном университете состоялся выпускной для слушателей военного учебного центра нашего вуза. По традиции церемония началась с выноса флага Российской Федерации. В этом году выпускниками ВУЦ ЮРГУ стали более 640 слушателей. На данный момент военно-учебный центр занимается подготовкой офицеров, сержант и солдат запаса по 15 военно-учетным специальностям для танковых войск, войск связи, арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов, а также для службы защиты государственной тайны вооруженных сил Российской Федерации. С торжественным словом к выпускникам обратился ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер. Безумно рад вас сегодня приветствовать в этом зале. И на самом деле, стоя перед вами, здесь, на этой сцене, я переполняю чувство гордости, чувство гордости за новых сынов нашей страны, за будущее нашей родины, за будущее нашей страны, России, их отраслей, городов, университетов. И передо мной сидят настоящие сыновья нашей страны, настоящие мужчины, которые прошли долгий путь. На мероприятии преподаватели ВУЦ ЮРГУ совместно с ректором нашего ВУЗа Александром Вагнером вручили дипломы и памятные подарки лучшим выпускникам текущего года. В этом году красные дипломы получили более 60 слушателей военного учебного центра. Обучение в военном учебном центре при ЮРГУ проходит в два этапа. На первом обучающиеся изучают теоретическую базу по программам подготовки. На втором проходят обязательные 30-дневные учебные сборы на базе учебных соединений и воинских частей, в рамках которых слушатели принимают воинскую присягу, а после сдают итоговый экзамен. Успешно сдавшие экзамен и принявшие военную присягу студенты аттестуются и передаются в запас с присвоением им соответствующих воинских званий. Военный учебный центр – это возможность молодым парням, поступившим в Южноуральский государственный университет, получить дополнительное военное образование и по выпуску с университета получить военный билет и идти дальше по жизни, работать, служить по собственному желанию. Без обязательного прохождения воинской службы. Это дает возможность без отрыва от основного обучения проходить военную службу в структуре военного учебного центра. А по окончании сборов дает им право получения непосредственно воинского звания или солдат, или сержант запаса, или офицер запаса. Более подробную информацию о военном учебном центре и критериях отбора можно узнать на сайте ВУЦ, а также в группе военного учебного центра ЮРГУ ВКонтакте. Сурда-перевод в Молодежном проспекте. О жестовом языке и его появлении в студенческой программе расскажем в сюжете. Молодежный проспект – информационно-развлекательная программа, которая рассказывает о том, чем живет современная молодежь. Студенты ЮРГУ готовят сюжеты и рубрики по темам культуры, искусства, науки, спорта, книг, моды, мемов, интеллектуальных игр и иностранных языков. В 2024 году творческий коллектив программы совместно с проектом «Говорим без слов» запустил серию сюжетов с переводом на русский и жестовый язык. На самом деле инициатором этого предложения были организаторы проекта «Говорим без слов». То есть организаторы пришли к нам в телекомпанию ЮРГУ ТВ и предложили, чтобы их ребята попробовали себя в сурдопереводе. Это своеобразный экзамен для тех, кто заканчивает продвинутый курс жестового языка. Наше дело было согласиться с этим предложением. Проект «Говорим без слов» – это курс русского жестового языка для тех, кто хочет изучить жестовый язык, начиная с самых основ, и для тех, кто уже знаком с жестовым языком, но хочет развиваться в этом направлении. Он был создан в 2015 году, и с того момента выпускниками курса стали более 350 человек. На данный момент проект занимается съемками видеоклипов на жестовом языке, в которых принимают участие ребята с ограничениями по слуху. Проект «Говорим без слов», где ребята приходят учиться на жестовом языке, и в этот раз у нас возникла идея попробовать перевести, то есть какой-то материал взять с новости и перевести. И на встречу великолепный Юргу пошел на встречу, и попробовали такой эксперимент. И на самом деле я очень рад, что это состоялось, существовалось, и прям, можно сказать, мечта. Для этого можно спокойно, люди могут посмотреть, как это все происходит, и это интересно будет. Жестовый язык распространен во всем мире как способ коммуникации людей с нарушениями слуха. Для общения они применяют движения рук, рта, мимики и положения корпуса. Согласно статистике на 2021 год, количество часов телевещания с сурдопереводом составляет 25% от общего числа передач, и количество эфирных часов с переводом на жестовый язык увеличивается с каждым годом. Считается тоже прикольно, интересно, но иногда я понимаю, что это необходимо, потому что людей таких становится все больше, ну, слабослышащих, соответственно. И даже когда ты встречаешь, ты, ну, не можешь просто, например, у тебя не всегда есть ручка с бумажкой под рукой, чтобы спросить, что он хочет. Но все равно сурдоперевод, он привычнее и удобнее для таких людей. И я думаю, что это гораздо интереснее, ну и приятнее, когда на твоем языке, грубо говоря, разговаривают. Посмотреть выпуски «Молодежного проспекта» вы можете в официальной группе телерадиокомпании ЮРГУ-ТВ ВКонтакте, а также на видеохостингах Ютуб и Рутуб. В Южноуральский государственный университет подал документы 10-тысячный абитуриент. В рамках приемной кампании 2024 Южноуральский государственный университет встретил своего 10-тысячного абитуриента. Им стал Тимофей Попов, выбравший для поступления направления информационной системы и технологии Высшей школы экономики и управления ЮРГУ. У меня брат старший учился в ЮРГУ и всегда хотел поступить именно сюда. Понравилось виду трудоустройства на этой специальности, что в будущем будет спрос иметь. Да и в целом, это депутация хорошая, Высшая школа экономики и управления. В ЮРГУ много возможностей, классный институт, хорошо выглядит, как МГУ почти. Да и в целом, все хорошо здесь. В новом учебном году Южноуральский государственный университет предлагает более 2,5 тысяч бюджетных мест. И большая их часть приходится на специальности, широко востребованные на современном рынке труда. Так, одним из поставщиков кадров для нашего региона является Высшая школа экономики и управления ЮРГУ. Для абитуриентов открыт набор по 8 направлениям подготовки по программам бакалавриата и специалитета, а также 7 специальностей для магистрантов. Безусловно, мы очень рады. Мы рады каждому абитуриенту 10-тысячного естественного особенности. Хочется отметить, что наша Высшая школа – это не просто структурное подразделение Южноуральского университета, это полноценная платформа, которая готовит кадры для экономики, для нашего региона, для нашей страны целиком. У нас огромное количество направлений подготовки. Мы готовим и бакалавров, и магистров, и специалистов, каждый из которых находит свой уникальный путь и строит свою карьерную траекторию в зависимости от того, что он хочет делать, как он видит свое существование в этом мире и, собственно говоря, имеет, естественно, перспективы очень хорошего трудоустройства. Подать документы в Южноуральский государственный университет Вы можете через официальный сайт приемной комиссии abit.susu.ru или на первом этаже главного учебного корпуса нашего вуза. Траекториум – место, где студенческие советы развиваются, создают идеи и находят свою траекторию развития. Съемочная группа Юргу-ТВ посетила вторую смену в студенческом оздоровительном лагере Юргу «Олимп». В студенческом оздоровительном лагере «Олимп» проходит вторая смена под названием «Траекториум». 200 студентов из 9 студенческих советов Южноуральского государственного университета не просто проводят свое время и наполняются силами для нового учебного года, но также обучаются новым навыкам и знаниям. Наша смена реализуется в рамках проекта «Корпоративная программа подготовки молодежи. Понеслось», которая создается при поддержке грантов российского движения детей и молодежи, что очень важно, в том числе для формирования у молодежи навыков, гражданственности и некоторых других вещей, которые являются приоритетом для молодежной политики в нашей стране. Мероприятия в лагере носят как развлекательный, так и образовательный характер. Студенты ЮРГУ посещают мастер-классы, тренинги и многое другое. Тут один день идет так, будто бы прошло целых три, потому что очень много всего происходит, очень много интересного, очень много веселого, очень много эмоций. И вообще просто адреналин прет во всю мощь, и вообще нет времени отвлечься на что-то, потому что мы постоянно что-то делаем, мы постоянно над чем-то работаем, постоянно развиваемся, и это очень здорово. Траекториум смены для студенческих советов, которые направлены на индивидуальное развитие участников во внеучебной деятельности. У ребят есть возможность познакомиться с обучающимися из других студенческих советов, а также обменяться с ними своим опытом. Я здесь первый раз, и думаю, что я приеду в следующем году, потому что вот эта атмосфера, конечно же, ребят, это как-то тебя поднимает на новый уровень, и тебе хочется и работать, и отдыхать, и развлекаться, и это классные воспоминания вообще со студенческой, с молодостью, и хочется приезжать и приезжать. Традиционно студенческий оздоровительный лагерь «Алим» представляет пять смен – Грани, Траекториум, Третьяковка, Анлок и Мы. Каждое из направлений имеет свою особенность. Приобрести путевку в спортивно-оздоровительный лагерь «Алим» можно в 337-м кабинете главного учебного корпуса ЮРГУ. Более подробная информация в официальной группе лагеря ВКонтакте. В Институте медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ прошли творческие испытания для абитуриентов, поступающих на направление журналистика. Для абитуриентов ЮРГУ стартовали творческие конкурсы. Так, на кафедре журналистика, рекламы и связи с общественностью будущие студенты попробовали себя в роли журналиста. Творческое испытание направлено на выявление индивидуальных способностей абитуриента. Все, кто проходил сегодня творческий конкурс по журналистике, произвели просто прекрасное, какое-то даже, я бы сказала, неизгладимое впечатление тем, что, а, они готовы прийти в профессию журналистика, они, б, понимают, что эта профессия, профессия социально ответственных людей. И, наконец, они все понимают, что журналистика – это технология, это мир возможностей, это широкое медиапространство. Поэтому сегодня на творческом конкурсе мы беседовали на самом деле с очень компетентными и хорошо образованными людьми, которые и будут представлять будущее нашей журналистики. Традиционно творческий конкурс проходит в три этапа. Первый – написание эссе, где оценивается актуальность поставленной проблемы, структура текста, информационная насыщенность, стилистика изложения и грамотность, а также наличие авторского вывода. Абитуриентам было предложено несколько тем на выбор. Журналистика – зеркало нашей жизни, каким должен быть журналист 21 века, журналист, который стал для меня примером, журналист – плюсы и минусы профессии. Журналистика – профессия смелых людей. Далее будущим студентам предстояло выполнить творческое задание по выбору. В студии телекомпании Юргу ТВ перед телевизионной камерой абитуриенты попробовали себя в роли ведущего программы «Новости Юргу». На радио потенциальные студенты зачитывали предложенный информационный текст. В 360-градусном мультимедийном ньюсруме писали заметку на актуальную тему социальной сети ВКонтакте. Ну, сперва было страшно. В принципе, эмоции положительные, но было немножко дискомфортно. Но спустя, наверное, минут 10 все пошло как по маслу. Последним этапом стало собеседование или творческое портфолио. Абитуриенты смогли по собственному желанию пройти устное собеседование или предоставить экзаменационной комиссии портфолио для ознакомления. Из преподавателей мне запомнилась больше всего Людмила Петровна Шестеркина, потому что она какая-то очень прям добрая, она вся такая улыбчивая, мне прям по сердечку и все. Остальные тоже все хорошие. С результатами творческого конкурса абитуриенты смогут ознакомиться в личном кабинете на официальном сайте Юргу. Между Юргу и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, было подписано соглашение о практической подготовке обучающихся. Между Юридическим институтом Южноуральского государственного университета и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганских областях подписано соглашение о сотрудничестве. Основная цель подписания соглашения – систематизация взаимной деятельности по подготовке студентов Юргу для работы по управлению государственным имуществом на территории Челябинской и Курганской областей. Мы заинтересованы в привлечении квалифицированных выпускников Южно-Уральского государственного университета. Мы очень рады возможности заключить такое взаимодействие. Взаимодействие между нашими организациями будет проходить в формате практической подготовки студентов и выпускников ЮРГУ. Оно будет проходить на площадках наших отделов, отделов управления Росимуществом Челябинска и Курганской области. Будут предоставлены рабочие места, все необходимые технические условия и квалифицированная методическая помощь. В рамках взаимодействия у студентов ЮРГУ будет возможность получать практическую подготовку на базе организации, а также трудоустроиться в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях по окончании обучения. Студенты и выпускники нашего университета смогут получить необходимые знания и навыки в практической деятельности совместно с отделами управления, которые предоставят всю необходимую техническую и квалифицированную помощь. В первую очередь это практика в одном из важнейших государственных институтов, это Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, поскольку на сегодняшний день функционал Росимущества очень велик. Это не только управление федеральным имуществом, это вопросы приватизации, вопросы работы с арестованным имуществом и, конечно, для наших ребят это уникальная практика, уникальный опыт. Соглашения между Юридическим институтом ЮРГУ и МТУ Росимущества направлены на создание высокоспециализированных кадров, а также создание перспективных возможностей для трудоустройства и трудовой деятельности. Также Юридический институт ЮРГУ и МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях планируют научно-практическое рассмотрение вопросов развития законодательства в условиях национализации предприятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok